Привет, это ЗБЗ, и сейчас я расскажу вам, зачем болеть за Жирону. Для начала краткая справка из Википедии. Основан клуб в 1930 году, цвета у него красно-белые, и он входит в империю Сити Футбол Групп. И поэтому он братик Манчестер Сити, Нью-Йорк Сити, Мельбурн Сити и кучи других клубов со всего мира. Обратили внимание на то, что у всех этих команд круглые эмблемы. Жироне тоже сделали ребрендинг перед сезоном 21-22. Убрали корону и внутри круга все перемешали по-современному. Найдите в Ютубе очень залипательно смотреть, как менялась эта эмблема. Никак не могу отделаться от мысли, что Жирона это Манчестер Сити, но на минималках. Ну а теперь главное. Зачем болеть за Жирону? Как вам такой прикольный факт? Маскот клуба Муха. Да-да-да-да, как сказал один из боссов клуба. Да, это чертова Муха, но что делать, если фанаты захотели Муху? Как вы поняли, это болельщикам дали право выбирать. Вот они и выбрали. А все потому, что в 13 веке французы захватили город, попытались осквернить могилу покровителя, святого нарцисса, открыли саркофаг, а оттуда рой злобных мух, людей искусали, лошадей разогнали. В общем, мухи всех победили, и к ним теперь в Жироне почет и уважение. Средневековье! Кстати, ту самую средневековую Жирону вы 100% много раз видели, но, возможно, даже не подозревали об этом. Сиски и драконы! Еще одна причина болеть за Жирону в этом городе снимали Игру Престолов. Жирона была и бра-аосом, и староместом, и королевской гаванью. И сильнее всего не повезло кафедральному собору Жироны. Именно его взорвала Херсея с его воробейшеством внутри. Любимое развлечение тревел-блогеров в Жироне — это находить планы из сериала и показывать, как есть и как было. В общем, если вы фанат Игры Престолов, то надо болеть за Жирона. Да, здесь снимали Игру Престолов, здесь снимали Королевскую Гавань, здесь снимали Старомест, и даже здесь снимали Бра-аос. Жирон — это место съемок самого крутого сериала в истории телевидения. Запомните, что ланнистеры всегда платят свои долги. Кстати, если смотрите нас в Ютубе, то напишите в комментариях, какой девиз в стиле Игры Престолов должен быть у дома болельщиков Жироны. Вернемся из вымышленного мира в самделишный. Жирона такая крутая, что всерьез работает над проектом, как начать пускать на стадион зрителей с собаками и другими питомцами. Для этого планируется организовать отдельный сектор. Цитата, за животными на стадионе будущее. Ну, в принципе, и прошлое за ними тоже всегда было, не так ли? Вот он, замечательный пес. Вагнер считает, что он вполне может сойти за... Какая сцена замечательная? Вообще, забота это про Жирону. Вот в сезоне 21-22 команда шла на повышение. И перед важным матчем с Эйбором в клубе поняли, что некоторые держатели абонементов что-то подзабили на футбол и давно не появлялись на домашних матчах. В итоге футболисты Хуан Карлос, Бернардо Испиноса, Хуан Пея, Борха Гарсия и Кристиан Стуани лично обзвонили кучу людей и спросили владельцев абонементов, почему они не посещали последние игры. Я рассчитывал, что придут много очков, я купил много конфет, а в итоге никто не пришел. И предложили в этот раз все-таки прийти и заполнить трибуны в стадион. В итоге акция со звонками принесла успех, повышение и Ла Лига. Ну и теперь немного про футбол. Особенной же Рону делает живая легенда клуба Уругвай с Кристиан Стуани. Он лучший бомбардир клуба, причем, видимо, уже навечно лучший. Потому что за пять сезонов он забил больше ста голов. У второго снайпера в истории Жирона, к примеру, 37 голов. Его зовут Хандро. Стуани, играя за Жирону с 2017 года, и дорос до капитана. И в каждом сезоне он забивал минимум 10 мячей. Он вылетал вместе с Жироной. Он возвращался вместе с Жироной. Он и есть Жирона. Если посмотрел это видео в YouTube, то ставь лайк и подписывайся на канал. Напоминаю, что вся Ла Лига доступна в сервисе ОКО. Испанский футбол классный. Пока!